Итак, доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро! Всем доброе, добрейшее утро! И мы продолжаем изучать уроти Торы, уроти Торы, продолжаем изучать Мишли, притчи царя Соломона. И сегодня мы продолжаем изучать 23 главу в полупраздничные дни Суккота. Сейчас Холь Амоет Суккот. То есть Холь Амоет это будничные праздники, скажем так. Так, всем шалом, кто нас смотрит в прямом эфире, в фейсбуке или в инстаграме, всем, кто нас смотрит в записи, на портале Воикра, или мы сейчас очень сильно отправляем, расширяем каналы, телеграм-канал и ватсап, чтобы вы могли каждый день получать уроки прямо к себе в мессенджер и включаться, включаться в изучение Торы постоянно и включать людей вокруг себя в изучение Торы, потому что с кем поведешься, того и наберешься. И очень важно, кто тебя окружает. И если тебя окружают, есть известная Мишна Пертия, вот что, если двое сидят и нет между ними слов Торы, это называется мушавлицим. Это общество насмешников, это сказано в Псалмах, в первом Псалме. Там написано, что счастлив человек, который не сидел в обществе насмешников. Так что такое общество насмешников? Это те люди, которые сидят и не говорят слова Торы. А интересно, что это вторая глава Пертия, вот и там написано, вторая Мишна Пертия, вот во второй главе, в третьей главе, в третьей главе. Ее сказал Ханания Сганакуаним, он был заместитель первосвященника, Ханания его звали, в Иерусалимском храме. Так он сказал, что Ава Митпалель Бешлумашель Малхут, как раз вот нас попросили, он говорит, молись за шалом царства, чтобы было царство, царская власть сильная. Аль-Маламура, что если не будет страха перед царством, Иши-Треу-Хаим-Балау, люди ближнего своего будут глотать живьем. И мы видим, любая война, это как раз потому, что нет страха. Каждый думает, что он победит, и у него нет страха. А это страшно, когда люди теряют страх, и они начинают вести себя как животное, они глотают друг друга живьем. И непонятно ради чего. То есть каждая сторона думает, что она сильнее. И в войне, когда начинается война, каждый думает, что он победит. И он думает, что он победит, и он убивает. Но дивнута простые люди, тысячи людей простых дивнут, десятки, сотни тысяч простых людей страдают. А правители, они как ни в чем не бывало, они начинают войны, заканчивают войны, то есть сидят себе в своих дворцах и не переживают. Это неправильно. То есть на них должна быть ответственность за каждую жизнь, за каждого погибшего, с каждой стороны. И те, кто развязывают войны, они должны понимать, что это ужасно, дивнут люди, молодые солдаты, их родители, их жены, их дети. Страшно. То есть я считаю, что действительно войны это самое страшное, что есть. И мы должны молиться, каждый свою молитву ставит, чтобы не было войн, и чтобы были люди, жили в мире. И начать этот мир делать внутри себя, внутри своей семьи, внутри своего города, внутри своего общества. И настаивать, чтобы вообще понятие мир это главное понятие. И если нет мира, все остальное не важно. То есть когда идет война, когда выходит ангел-уничтожитель, тогда уже все остальное вообще не важно. То есть все. Поэтому первая главная задача для всех разумных людей, это сделать так, чтобы не было войн. И можно прямо, если не только в молитве нужно молиться, чтобы не было войны, и можно сделать вот прямо хэштег такой, остановите войну. Остановите войну, да. И люди должны, каждый в своей стране, выйти с настаиванием к своим правительствам, получается, да, чтобы они все настояли, чтобы война остановилась. Это самое главное, чтобы восстановилась война. Хорошо. Значит, а мы продолжаем изучать Тору, которая нам объясняет, рассказывает, обучает, как работает мир, чтобы разобраться и понять, как жить так, чтобы не было никогда больше войны. Значит, мы находимся в 23 главе. И в 23 главе говорит нам царь Соломон. Говорит нам царь Соломон следующее. Значит, он сказал 23 глава, 23 отрывок. Эммет кне вальтим кор. Хохма у мусар у бина. Он нам сказал следующую вещь. Эммет кне. Приобрети истину. Эммет это само слово. Эммет это истина. Оно состоит, интересно, из трех букв. Первая буква алфавита на иврите, 22 буквы есть. Средняя буква алфавита и последняя буква алфавита. Получается, что слово эммет это как бы такая максимальная гармония и уравновешенность. Истина. Значит, по иудаизму истина это Всевышний. То есть, есть объективная реальность. Бог, он один и является истиной. И то, что от него исходит, это истина. А мы все воспринимаем мир как фрагментарные отрывки своих интерпретаций. То есть, человек, он при любом восприятии информации, любое абсолютно восприятие информации, человек искажает истину и воспринимает уже не истину, а воспринимает свой слепок с истины, свое произведение, которое называют субъективной реальностью. Но многие люди, они ошибаются, они думают, что их субъективная реальность, то, что они воспринимают, является истиной. И это огромная ошибка. То есть, все люди, все, 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 абсолютно все, живут в мире то, что называется Алма-де-Шикра. Мы живем в мире лжи. Но это не обман, как обман, когда человек с плохими намерениями хочет обмануть другого. Просто каждый человек, свойство ума, это создавать некую модель реальности, пропуская входящие сигналы, световые, звуковые, информационные сигналы, входят к человеку в глаза, в уши. Там они внутри смешиваются с его уже созданной в прошлом моделью реальности. В этой модели реальности есть его убеждения, его ценности, его вера, правила, принципы, личный опыт. Например, один и тот же, два разных человека, вот стоят они рядом. Стоят они рядом на крыше и смотрят вниз. Один смотрит вниз, ему интересно, второй прямо его парализует. Они же видят одну и ту же картинку, просто у одного есть фобия высоты, а у другого нет фобии высоты. И тот, у кого есть фобия высоты, они видят точно, вот прямо без исключения, один и тот же сигнал они воспринимают, два брата-близнеца. Но у одного в прошлом было событие какое-то, которое вызвало у него в нервной системе вот это вот состояние страха, и у него теперь каждый раз, когда он видит что-то подобное, у него включается фобия. Понятно, да, как работает? То есть каждый находится в мире, который он сам создает на базе своего прошлого опыта. Теперь говорит нам царь Соломон, Эммет Кне, приобрети истину. Именно он использует слово Кне. Кне это как Киньян, это приобретение, когда что-то становится частью тебя. Но как мы можем приобрести истину, если истина это Всевышний? Через Тору. Торат Эммет, она так и называется. Тора истины. То есть, когда ты изучаешь слова пророков, когда ты изучаешь божественные заповеди, когда ты изучаешь Берешит Бара Элутим, вначале сотворил Бог, Эт Ашамаем Ве Эт Аарец, небеса и землю. В этот момент ты соединяешься с истиной, с объективной реальностью, и чем больше в тебе есть божественной вот этой вот связи с Богом, тем лучше. Теперь, чем больше у человека стремления к истине, стремления соединиться с Богом, который есть истина, тем он выше поднимается на свои духовные уровни, и тем меньше на него влияет вот этот вот окружающий мир, который называется Алмадешикра, мир лжи. Именно поэтому вот весь Талмуд, все изучение Торы, оно состоит из вопросов, исследований. То есть, как бы сам Талмуд приучает смотреть на мир сквозь призму вопроса. Кто сказал? Почему сказал? Откуда мы знаем? А если посмотреть с другого ракурса? А если посмотреть с третьего ракурса? А в этой ситуации так, а в этой так. То есть, сам взгляд Торы и изучение Торы, оно подразумевает, что человек не в состоянии прикоснуться к чистой истине, но когда у тебя есть вот эта картинка 3D, и когда у тебя есть тяга, тяга, стремление, огромное стремление, чтобы Бог тебе открыл истину, в этот момент написано, что Если ты будешь искать Тору, связь с Богом, как люди ищут серебро и золото, тогда ты поймешь трепет перед Богом, и познание Всевышнего ты найдешь. То есть, если вот каждый же человек живет в мире своих стремлений, желаний, хочу это понять, то понять, это получить, то получить. Если так стремиться к божественной истине, это мы учили раньше, в третьей главе, по-моему, Мишлей, когда у тебя есть вот такое стремление к Богу, открой мне истину, открой мне Раза Демильта, открой мне тайны, хочу понять, хочу знать. То есть, те люди, которые сидят, например, в Яшивах и учат Тору, у них самое большое стремление это ливарер, как бы выяснить вот эту вот истину, максимально близко прикоснуться к истинному взгляду на мир. Хорошо, говорит нам царь Залмон в 23-м отрывке, 23-й главы. Эммет Кне, приобрети вот этот Эммет, приобрети взгляд истины, приобрети вот эту вот тягу к истине, соедини с ней, вальтим кор и не продавай ее, хохма у мусар у бина. Значит, когда ты прикоснешься к этой истине, он вдруг говорит такую фразу непонятную, не продавай ее. Что значит не продавай ее? И дальше он объясняет, хохма у мусар у бина. Вот это вот три вещи, которые позволят тебе не продавать вот эту вот истину. Сейчас я объясню, как это работает. Хохма это божественное знание, знание аксиом, как устроен мир. Мусар это умение управлять собой, умение управлять своим внутренним животным. У каждого человека есть внутри, есть интеллект, это неокортекс, это человеческая часть мозга. Есть то, что называется лимбическая система, это внутреннее животное, животная душа, ецерара и так далее. Система управления, когда ты подчиняешь своему интеллекту свое животное, называется мусар. Мусар это вообще тайны торы, которые мы сейчас чуть-чуть их касаемся, это как психология торы. Умение управлять собой, своими эмоциями, своей жизнью, своими желаниями и так далее. Бина. Бина это качество интеллекта, которое позволяет видеть причинно-следственные связи. То есть, когда мы видим кусочек реальности, дальше из этих кусочков информации, есть люди, у них сильная логика. И они умеют создавать причинно-следственные связи. Если так, то так, если так, то так, если так, то так. Есть, например, шахматисты, которые могут играть в шахматы вслепую. То есть, они помнят все, причем на нескольких досках. Они помнят расположение, они держат в голове, как они собираются двигать свои фигуры. И на каждое действие каждого из соперников у них есть план, что он сделает. Если так, то так. Если так, то так. Если так, то так. Это качество ума называется бина. Бина от слова ливнот строить. Когда интеллект умеет выстраивать длинные-длинные комбинации. Или, например, когда человеку надо принять решение, то одни люди пользуются всего лишь одним-двумя фрагментами информации. Другие люди, они умеют для принятия решений увидеть, выстроить целую-целую систему, такое как знание из фрагментов. И, конечно, у них решения могут быть абсолютно другого уровня. Теперь, почему говорит нам царь Самон в 23 главе, 23 отрывок. Приобрети истину, то есть соединись со Всевышним через знание Торы, через огромное желание соединиться с истиной. Вальтимкор и не продай это. И что не продай? Хохма, мусар, убина. Я как раз разместил в комментариях история, есть очень интересная история, семья Высоцкий. Есть чай Высоцкий, до сих пор он есть. В Израиле 70% чайного рынка принадлежит компании чай Высоцкий. И вот я как раз приложил статья, история этой семьи. Значит, Высоцкий, основатель этой семьи. Он учился в Воложинской Ишиве. Воложинскую Ишиву основал ученик Веленского Агаона Рафхайм Меволожин. И Рафхайм Меволожин, он сам был очень такой сильный человек. У него тоже какие-то были бизнесы. Но он посвятил себя полностью изучению Торы. И создал Ишиву, которая изучала путь изучения Торы Веленского Агаона. Это был Веленский гений, если перевести. Значит, вот этот Высоцкий, основатель этой семьи, он учился в этой Воложинской Ишиве. Туда принимали только самых гениальных еврейских юношей, которые уже проявили свою гениальность. И они там изучали Талмуд. Они учились в Воложинской Ишиве 24 часа в сутки, там постоянно шла учеба. То есть, чтобы ни на секунду не прекращалось изучение Торы, у них постоянно нон-стоп. В Бейт-Медраше сидели постоянно, там было несколько сотен учеников, и изучали Тору. И вот, значит, он отучился там 4 года у самых великих раввинов того времени. И после этого он ушел из Ишивы, начал заниматься бизнесом. И потом он узнал, что есть такой Раби Сройль Салантер. Это был основатель движения Мусар. Мусар это как раз вот это вот движение переводят как нравственность. Но это движение, которое обучало, как полностью поставить под контроль интеллекта и божественной души, поставить свои эмоции, свою вот эту внутреннюю инстинктивную сферу. И он поехал учиться к Раби Сройлю Салантеру. Поучился он у Раби Сройля Салантера некоторое время. И, естественно, что он стал. Он гений после 4 лет в Воложине. Он умеет полностью управлять собой своими мыслями, своими эмоциями. То есть он полностью человек, который, ну, невероятно умеет управлять собой. Дальше у него два пути. Первый путь это продолжать свой духовный рост. Продолжать, как Раби Сройль Салантер, у него не было никакого имущества. Он ходил из города в город всю свою жизнь. И его главной целью было возвращать евреев к Тории, к служению Всевышнему. То есть он конкретно, у него не было, когда он умер, кроме тфелин, он ничего не оставил. У него было только его тфелин. Из имущества у него больше не было ничего. И он посвятил себя полностью духовному росту и служению Всевышнему. Но вы соц. и основатель этой семьи. Он подумал, что, ну, есть же другой путь тоже. И он начал, проанализировал рынок, как пишется в этой статье. И увидел возможность, что чай, возможность, увидел и так далее. В общем, через несколько лет Высоцкому принадлежало 35% чайной торговли России. Его семья стала одной из самых богатых семей в России. И он, в принципе, Высоцкий, он стал, ну, говорили так, что чай Высоцкого, сахар Бродского. И потом оказалось, что вся Россия Троцкого, потому что, когда уделяют внимание не торе-евреи, а каким-то другим вещам, то у них есть огромная сила, которая идет от Всевышнего. Но она, эта сила, должна быть направлена только на духовный рост, на улучшение мира, на распространение света, торы, заповедей и добра среди народов мира. Как Бог сказал, что Вы народ священников. Он прям евреев, когда выводил из Египта, и сказал, Вы рабами были в Египте. Теперь Вы мои рабы, то есть Вы мне принадлежите. И Вы народ священников, народ святой. То есть Ваша задача только выполнять заповеди и нести вот этот свет святости в мир. Все, народ священников. Теперь Высоцкий выбрал другой путь. И здесь как раз это то, что умел в виду царь Соломон, когда ты эммет кне, когда ты приобрел вот эту вот высшую истину, ты соединился со Всевышним. Он говорит, Вальтим Кор, не продавай это, не меняй это на какие-то сиюминутные удовольствия этого мира. Что дальше-то было? Дальше сыновья Высоцкого перестали уже соблюдать. Его внути вообще перестали соблюдать. И когда евреи, у него есть деньги, миллиарды по современным деньгам, когда у него нет торы, и у него нет жесткой системы, что надо делать и как надо делать, он тогда начинает выдумывать, что делать и как делать, но у него есть огромные ресурсы для этого. Внути Высоцкого, они были главными спонсорами первой революции в России, вот этой революции, которую сделали эсеры, кадеты, вот эти все, то есть до большевиков. Потом пришли большевики, и все у них забрали, экспроприировали, и выгнали семью Высоцких из России, потому что забрали абсолютно все. Семья Высоцких, его уже потомки в Европе, они начали опять этот бизнес, но, значит, пришли нацисты в 30-е годы и уничтожили всю семью Высоцких, которые были в Европе, все у них забрали. И только маленькая часть, которая жила по Тории, и которые поехали сразу в Израиль, еще в 20-е годы, они обосновались в Израиле, и в Израиле, слава богу, вот именно эта часть семьи, которая уехала в Израиль, которые здесь жили по Тории, и они остались теми Высоцкими, которые у них осталось, Эммет Кне, которые приобрели истину и не продали ее, а продолжали, главная целью жизни, это держаться за эту божественную истину, изучать Тору, соблюдать заповеди, распространять Тору. Это то, для чего Всевышний вывел евреи и народ из Египта, и это то, чем должны заниматься евреи. Так, ну все, мы сегодня один отрывок выучили. Давайте еще раз, мы разобрали, что такое Эммет. Истина – это только божественная истина, только Бог знает, что такое истинная объективная реальность. Второе. Когда ты эту истину приобрел, а как ты ее можешь приобрести? Через слова пророков, через Тору ты соединяешься со Всевышним, и начинаешь не думать своей головой, а реализовывать то, что сказано в Торе, и то, что Бог хочет от тебя. Тогда у тебя открывается невероятная сила, потому что мы даже учили, был такой отрывок в Мишлей, «Эков Анова Ират Ашем», что следствием «Анова». «Анова» – это скромность, когда ты убираешь свое «Я», свое «Эга». Идет Ират Ашем, идет страх перед Богом, трепет перед Богом. А дальше идет что? «Ошер, Вековод, Вехаим». Идет богатство, почет и жизнь. И вот если ты продолжаешь, когда присоединился к истине, дальше ты продолжаешь всю свою силу направлять на выполнение заповедей, тогда к тебе приходит «Ошер» и почет, и жизнь. То есть ты остаешься соединен с жизнью. Но если ты продал свою связь со Всевышним и поменял ее на какие-то удовольствия этого мира, тогда, тогда все может закончиться очень плохо. Все. Я всем желаю прекрасного, радостного суккота. Мы, значит, решили, что все продвинутые люди, духовные люди будут молиться, чтобы не было, чтобы был только мир, чтобы закончилась война в Карабахе, во всех других местах, где есть война. И вообще было бы отлично, чтобы люди конкретно в своих странах, это зависит от того, как в каждой стране ведут себя люди. Если все выйдут и скажут своим правительством, что вы должны остановить войну в мире, то тогда, как бы, правительства на сегодня, они просто являются не властителями, они являются, как говорилось, что во время прихода Машеха будет пнеадор кепнеакелев, то есть будет лицо поколения, как лицо собаки. Так сейчас политики, они как собака бежит спереди, и кажется, что она ведет хозяина. Но по факту это хозяин ведет собаку. Так же все политики, они смотрят, что люди говорят, что люди пишут, куда двигается народ. И они просто все борются за популярность. Поэтому, если большинство людей будут против войны, войны не будет. А как узнать, ты против войны или нет? Посмотри на свою жизнь. И если ты живешь сам в постоянной войне с людьми, с близкими и так далее, то тогда надо начать с себя. Быть за мир во всем. Мир, шалом, в себе, вокруг себя. И дальше, если уже хочется воевать, так как говорил Советский Союз, мы будем воевать за мир до последней капли крови. Поэтому, если уже хочется воевать, надо воевать за мир. Все, всем удачи, успехов, хорошего дня. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok